Долго ты пролежала в земле, праздная, бесполезная, и, наконец, пробил, час очнулась от сна, подняла голову тяжкую, распрямила хребет костный, затрещали хрустя позвонки, молнии разнолитные, смертному гром страшный, грянул, гордый, вдруг небеса дрогнули, крупный град рассыпая камней облых, Превращающихся на леду в острые, вытянутые капли сродни зернам, жаждущим прорасти, и все равно, чем бы не прорастать, изумрудной травой или карим лесом, еще ли какой порослью частой, Ты пролежала в земле, долгая, праздная, бесполезная, но вот она, честно, кое вот это далось время, ибо лучше проспать всю эту и бредкую, беспробудно не длина свой век краткий, Чем шагами во тьме задумать мелкими поребристой поверхности на ощупь, изредка спотыкаться, смеясь весело, проповедуя, все хорошо, славно, Потому-то тебя и зовут имени подлинного, не зная рекой речью. Злато трепещущее над нами море повлекло по кривизне брежной, разметанной кверху днами, переселенцев сюда извне судно повесив, Обломки весел, ржавые высунув якоря, щеглый окрест раскидав, как зря, их обреченный народец бросил без сожалений на произвол, и неизвестно куда ушел. Где вы, не муш-то чужбинный сладок, а не отчизна суровый дым, все, что стремилось прийти в упадок, будучи старым или молодым, древним или новым, пришло, Различий не проводя между тем и тем, сделался, для речи вы нем, край, где зверины лишь крик, да птичьи редко, но скатываются в ком, На языке здесь вещать в каком? Местная речь, научаясь латыни, взяться намеренно за санскрит, Недопроявленного до ныне гул веще творчества в ней сокрыв, за тарабарщину монгола, прязно-молвью на суть скупой, Складом варянским, скорлупой грецких наречий, питой глагола аглинского и окружных стран, Слышен сквозь них изначально данный. Из обезлюдивших по рубежи духи земли собрались на зов, Дабы, насытившись кровью свежей память и время начать с азов, сооружения крепостные выстроить заново, Возвести вновь города, протарить пути в твердых обеих, как бы впервые, На море двинуть опять сюда, плыть, посылаемые, сюда. Изваяние селена в Капиталистский музей в Риме Безымянного страж именитый сада, бородатый, косматый, великорослый, С переброшенной шкурою через раму кососоженная, Козлоногий, задастый, парнокопытный, Многогрозную между рогу в кошницу подпирающей шульцы, Десницы свесив кисть виноградную, Что печаль по челу пролегла селение, Мрачнолично зачем и понуро виден, Ах, и кто же, скажи, не стыда, не срама, Уда заветного, прямотою прославленного стрекала, Кто лишил-то тебя, за какие вины, Неужели твои сочтены проказы за преступления, Позабыт, позаброшен толпой бугливых прежде ним, На головах осмешнутся нынче, Хоть гоняйся за ними, хоть не гоняйся, Все одинаково, его надо поймавши сражать, А нечем, потерявшему большее, потерявшим меньшее, Не наполнить обломком лона благоточивого, Ни на что похотливый скопец не годен, Безоружный муж никому не нужен, Оттого и поставлен в музее мудом на поругание. Словно случайная рифма в прозе Звякнула и запропава Русь, Вся ли ты поцелуй на морозе, Или не вся, сказать не берусь, Добрая мать или мачеха злая, Кто ты, не ведаю до сих пор, Пусть ты на смерть, на жизнь посылая, Смотришь бесчувственная в убор, Выгнутой речью со скрытым смыслом, Пробуя вылечить, не могу, Горьким, соленым, острым и кислым, Лишь бы не сладким, Вязнешь во рту, родина трудная, Чем ответишь, пасынку, сыну или рабу, Необходимости мертвый фетиш, Ненарушаемая табу. По мрачным странствам и пещерам аквелона, Что постудить твое взволнованное лоно И сердце отогреть, Но парой каблучков, как попол нецокой, Рабыней преданной или госпожой жестокой, Ты мне не будешь впредь, Метущаяся плоть и взор к угливой лани, Хоть расторопные поднять, И длятся глани упавшую свечу, Все на свои места пусть расставляет с лучей. Как беден мой язык, великий и могучий, Могу, но не хочу. Встречи редких сладок век, Но микрозлуки слаще, Сраженные клятвами в серебряные чащи, Без цели, без следа, дух уносящими, Не подавая вида, Кто любит, говорю словами еврипида, Тот любит навсегда. Теперь называется Лира. В антикварном отделе Книжного магазина «Москва» на Тверской, Куда я часто закаживаю, Мне попалась буквально на днях Одна любопытная книга Опыт о русском стихосложении Востокова 1817 года. Александр Христопорович по молодости лет Истинным был бейтом, Изысканным и чрезвычайно изобретательным, Воспевал мужскую в античных формах Любовь и дружбу, А потом, остепенясь, Поэзию бросил и женился На филологии. Редкий, ручаюсь, Экземпляр единственного издания, Хоть и черным по белому, Что второе, С которого, собственно, началась Наука о русском стихе, В полугожном переплете без корешка Стоит 20 тысяч рублей. Однако не тем он ценен, А тремя на переднем форзаце слева Прежних последовательными надписями владельцев Сергея Михайловича Бонди, Сергея Павловича Боброва, Михаила Леоновича Гаспарова И пометами на полях. Знатоки и ценители тонкостей стиховых, С отвлеченной своей навыкой, Переместились к Востокову, Недлительно рассуждать О размерах, рифмах и стропах. А ты на продажу выставленная, Оказалась, Обветшала, Не переданная никому, Лира стиховедения. Насыщение, А не вкус, О котором водит француз Неустанно четыре века, Языком по полости рта, Вся премудрость его куста Для голодного человека. Мельтешение скупных блюд Не приемлет привычный люд Казабилиющей дакаши. Нет урчания в животе, Можно думать о красоте. Насыщение, Счастье наше, Преуспеть в словесном тот Ремесле, Кто туг набьет, Отощавшему снедью пузо, Чем богато Все из печи, С пылу с жару, На стол мечи, Да поголе, Русская мута. Как после трех урожаев Пожатых в поле Должный под паром Выстаивается срок, Праздности сорняковые И произволен, Словно до новой Обчая стада Прог стрижки Волну нагуливает, Обрастая, Точно по осени Плавно течет на юг, Обезголосив пернатая Певчих стая, Дабы ворваться в оглуши, Отвоя в юг, Зазимут песню Свежий простор. Подобно Хватит сравнений различных, Ни одно Выразить мысль простейшую Не способно. Кто безупадочен, Тот не создатель, Но лишь исполнитель, Творящий лишенной силы И не дерзает Заданность в повороте, Кровью заемной Своей наполняя Жилой, Собственной миру Являя чужую плоть. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok